В музее Москвы открылся уникальный проект – музей самоизоляции. Экспозицию посетил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Она охватывает весну-лето 2020 года, когда вся страна была на удаленке. Выставка создана на основе эмоций и рассказов москвичей об этом времени. Фотографии, картины, инсталляции, различные экспонаты отражают новый взгляд на семейные и рабочие отношения. «Работе как в музее, мне кажется, получилось. Получилось передать то, что еще очень хорошо помним, от чего еще мы не отошли и непонятно, когда отойдем. Здесь, наверное, на мой взгляд, по крайней мере, самое главное – это эмоции. Эмоции вынуждены самоизоляцией. Пандемия в России проявилась, на мой взгляд, самые лучшие качества наших людей – отзывчивость, доброта, сострадание, желание помочь. Рекомендую прийти, посмотреть, вспомнить, о чему поможет и научиться». Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел видеоконференцию по проблеме сохранения морских млекопитающих Черного моря. Несмотря на то, что все черноморские дельфины занесены в Красную книгу, их количество продолжает сокращаться. Виной тому мы – люди. Тут и загрязнение моря, и безответственное рыболовство. По словам экспертов, важно запретить и дельфинарии, потому что для китообразных это колоссальный стресс. Сергей Миронов направит депутатские запросы в прокуратуру и в природоохранные органы по всем озвученным проблемам, а также будет работать над изменением законодательства в защиту животных. В День российской науки Сергей Миронов провел онлайн-встречу с экспертами для обсуждения резонансного законопроекта о просветительской деятельности. По документу вся просветительская деятельность будет согласовываться с чиновниками. Ограничительные меры, причем какие-то странные. Там написано, что нельзя разжигать рознь, нельзя и по другим законам. Есть закон противодействия эстемизма и так далее. Дальше, конечно, нас смущает, что написано, что формы, методы просветительской деятельности и контроля за ней, они будут определяться правительством Российской Федерации. «Справедливая Россия» предлагает исключить требования о том, чтобы контакты с зарубежными коллегами обязательно согласовывались с федеральными органами власти. На этой неделе депутаты фракции «Справедливая Россия» встретились с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он рассказал об итогах 2020 года и представил параметры, на которые выходит экономика к началу нового отчетного периода. «Только вот на сегодняшний момент порядка 28 законопроектов находятся на рассмотрении в Государственной Думе, которые были подготовлены в рамках национального плана, внесены и сейчас с вами обсуждаются. То есть очень большая работа, конечной целью которой является выход на обозначенный президентом национальные цели развития. И, конечно, для нас главное – это экономический рост в 3%. После доклада министра депутаты перешли к обсуждению. Поднимались вопросы о необходимости адресной поддержки в сельском хозяйстве, об отмене возврата НДС экспортерам сырья, о возможности отказаться от введения штрафов физическим лицам за просроченные платежи за ЖКУ. Сергей Миронов провел видеоконференцию с экспертами, чтобы обсудить проект Минздрава по оказанию медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Документ получил массу негативных отзывов. Он угрожает ограничить доступность медпомощи и права пациентов. С моей точки зрения это может привести к такому своеобразному закрепощению больных без права у них выбора того медицинского учреждения, где они хотели бы проходить лечение. Совершенно очевидно, что это продолжение принципа страховой медицины и хотят, чтобы, видимо, больше денег оставалось в регионах. Кроме того, документ имеет много расхождений с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. А этого быть не должно. Необходимо в корне менять систему принятия стандартов медицинской помощи, иначе есть вероятность, что в вопросах лечения наша страна будет отброшена на десятки лет назад, а на кону человеческие жизни и здоровье целой нации.